МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Турецкий референдум. Немцы не позволят на своей территории голосовать за введение в Турции смертной казни. Красная дорожка. В Киеве официально открывают песенный конкурс в Евровидении. Франция избирает нового президента. Во втором туре за кресло в Елисейском дворце из-за голоса избирателей борются центристы Мануэль Макрон и ультраправая Марин Липен. Их взгляды на международную политику кардинально отличаются. И сегодня французам предстоит выбрать курс не только своей страны, но и Европы. С какими настроениями люди пришли на участки, как выпечкой стимулировали явку и как проголосовали сами кандидаты, за всем следила Елена Зорина. Это президентская кампания, как никогда бурная, полна неожиданностей и скандалов. Еще бы, ведь на кону будущей Европы программы кандидатов кардинально противоположны. Впрочем, ставки сделаны, прогнозы социологов озвучены, но результат также может всех уделить. Уж слишком переменчивое настроение французов. Неохотно, но все же они идут на избирательные участки. Уже сегодня, похоже, знают, кто из двух кандидатов выиграет. Остается вопрос, какую поддержку получит фаворит. Нет. Впервые привычные нам политики не прорвались во второй тур. Сегодня, я думаю, демократия победит. Даже если выберут Ле Пен, это не проблема, потому что президент не один, он работает в команде. Как в Америке. Трамп – это не проблема. Но, скорее всего, победит Макрон. Единственный вопрос – сколько процентов наберет. Не все люди любят Макрона, но у них нет выбора. Ле Пен – не вариант. Нам никто не нравится. Думаю, Макрон и победит, потому что правительство сделало на него ставку. Я думаю, выиграет Макрон, потому что Ле Пен и демократия – это несовместимые вещи. Если она победит, это будет катастрофа для экономики и для демократии. Я уеду из страны. Наверное, в Мадрид. С утра голосуют и сами кандидаты. Центрист Эммануэль Макрон отправился на избирательный участок в курортном городке Летуке. Здесь расположен трехэтажный особняк его семьи, унаследованной от родителей жены. Мы проголосовали. Дело сделано. Теперь, как судьба решит. Я приглашаю других жителей тоже идти голосовать. Лидер ультраправых отдает свой голос на несколько минут позже соперника в двухстах километрах от Парижа. В городе Энэн-Бумон. Вместе с остальными Ле Пен стояла в общей очереди. Предшествует ее голосованию протест феминисток. Пятеро полураздетых девушек в знак протеста против кандидата от ультраправых растягивают огромный плакат. Участниц забирает полиция. Национальный фронт это конец всем нашим свободам. Впрочем, французы во втором туре менее активны к полудню. По официальным данным проголосовало лишь 28% избирателей. Это меньше, чем на прошлых президентских. Заманить людей на участки бесплатными багетами решил один из пекарей на севере Франции. Мне кажется, что есть много людей, которые не собираются голосовать или не решаются. Надеюсь, они проснутся в течение дня. Но в любом случае, сегодня ночью у нас будет новый президент. За порядком по всей стране следят более 50 тысяч полицейских. В целом, обстановка на выборах спокойная. Лишь сообщение о подозрительной сумке у стен Лувра заставило парижских правоохранителей понервничать. Людей эвакуировали, но тревога оказалась сложной. Внутри были аккумуляторы от камеры. Именно на площади Карузель перед Лувром, где и произошел инцидент, готовят сцену для кандидата-центриста Макрона. Сразу после закрытия участков он планирует выступить перед своими сторонниками. К слову, это место равно удалено от тех площадей, где ранее выступали бывшие президенты Саркази и Оланд. А вот Марин Липен собирается обратиться к избирателям в охотничьем павильоне Наполеона Третьего на юго-востоке Парижа. Из Франции Елена Зорина и Иван Ермаков. Подробности Европейское бюро телеканала Интер. Сколько французов пришли на участки во второй половине дня? Можно ли уже говорить о фаворите и результатах экзитполов? Обо всем прямо сейчас узнаем. У Елены Зорина, она в Париже. Лен, здравствуй. Расскажи, к чему готовятся сами кандидаты? Кать, добрый вечер. Вот, собственно, буквально вопрос этого вечера, кто же победит во время второго тура президентских выборов? Об этом говорят буквально везде. В кафе, магазинах, гостиницах и даже на улицах. Пока что еще меньше часа до закрытия избирательных участков. Но вот уже можно говорить наверняка о результатах экзитполов в галониях и участках за рубежом. Там абсолютно уверенно лидирует центрист Эммануэль Макрон. Об этом говорят данные бельгийского телеканала РТБФ. И что неудивительно, там лидер ультраправых Лепен не пользуется особой популярностью. Раньше на этих территориях традиционно отдавали свои голоса за левых. Ну и что же касается конкретных цифр, то лидер движения вперед Макрон набирает там от 63 до 77%. В то же время его соперница, кандидат от национального фронта Лепен, от 22 до 37% голосов избирателей. Ну и рекордную, я бы сказала, поддержку Макрон получил в США и Канаде. Там набрал 90, а где-то даже 95% во Франции, где еще участки открыты. Результаты опросов разглашать запрещено. Штраф за это 75 тысяч евро. Зато можно говорить о явке, и об этом скажу пару слов. В этот раз она рекордно низкая по сравнению с предыдущими голосованиями. За три часа до закрытия избирательных участков она составила 65%. Ну и как бы там ни было, кандидаты готовят сцены. Обстановка, по крайней мере, в Париже относительно спокойная. Хотя на улицах очень много полиции. Штаб Макрона, где недавно эвакуировали людей, возобновил свою работу. Ну а сами кандидаты готовятся к выступлению перед своими сторонниками. Ну а мы ждем первых результатов голосования. Кать. Лена, спасибо. Елена Зорина была с нами на связи из Франции. Где сегодня выбирают президента? А пока во Франции голосуют, в Германии и Австрии намерены запретить другое волеизъявление. Власти этих стран заявили, что не допустят на своей территории проведение референдума о введении в Турции смертной казни. А немецкая миграционная служба сообщила о том, что резко возросло количество просьб о предоставлении политического убежища от граждан Турции. Подробнее Татьяна Лагунова. Дипломаты, военные, судьи и члены их семей. Турецкие госслужащие просят убежища в Германии. По данным немецкой миграционной службы, только за последние месяцы ее сотрудники получили почти полтысячи подобных ходатайств. Турецкие госслужащие просят убежища по политическим мотивам. На родине их обвиняют в связях с движением проповедника Гюлена и причастности к организации путча. Имена и должности просителей власти Германии не уточняют. Но известно, что среди них есть военнослужащие НАТО, которые ранее были дислоцированы в Бельгии. И военные атташе, работавшие в посольстве Турции в одной из африканских стран. Ходатайства немцы сейчас рассматривают, будут ли они удовлетворены. Официальный Берлин пока не сообщает. А вот с чем власти Германии точно определились, так это с возможным референдумом о введении смертной казни в Турции. Позиция четкая. Турки, проживающие на территории страны, принимать в нем участие не будут. Германия не разрешит проводить голосование по этому вопросу на своей территории. Позицию Германии поддержала и соседняя Австрия. Более того, европейские политики заявили, если Турция вернет смертную казнь, переговоры о вступлении страны в ЕС будут немедленно прекращены. Татьяна Лугунова, Павел Лысенко. Подробности немецкое. Бюро телеканала Интер. В Днепр доставили тела троих бойцов, погибших на Светлодарской дуге еще 1 мая. Несколько суток боевики цинично вели торги и не отдавали тела. И лишь после вмешательства волонтеров и длительных переговоров передали груз 200. Сегодня в Днепре попрощались с погибшими героями. Подробнее наши корреспонденты. Младший сержант Юлий Мальков, сержант Сергей Смирнов и старший солдат Анатолий Бишко, бойцы 43-го мотопехотного батальона ВСУ. На Светлодарской дуге они выполняли боевое задание. Владислав рассказывает, с командиром 3-й роты Юрия Мальковым познакомились в зоне АТО. 1 мая на Светлодарской дуге Малькова ранили. Его сослуживцы пошли на помощь и попали в засаду под шквальный огонь. Если вы подбили кого-то, то есть шанс, что за ним придут. Почему бы там не устроить засаду? Это везде нормальное явление. Просто хлопцы нарвались. Из-за сильного обстрела забрать сразу тела погибших бойцов не удалось. А боевики отказались их отдавать. Начались торги. Торговались, хотелось что-то выторговать. Это, по-первых, аморально, а по-вторых, это грех. Несколько суток велись переговоры. Все это время в городе Счастье находились представители поисковой группы «Эвакуация». Ее командир Олег Нищедим говорит, что боевики постоянно меняли время и место. Лишь 5 мая удалось добиться результата. Тела отдали, но на каких условиях удалось договориться, не разглашают. Нам удалось их забрать и повернуть. После чего мы были в Бахмуте, где спецслужбовцы их опознали, что это действительно вины. В Днепре провели судебно-медицинскую экспертизу. Затем у морга с погибшими простили сослуживцы и простые горожане. Провожали в последний путь на коленях. У меня просто муж раньше служил в 43-м, поэтому я пришла. Уже сегодня поисковая группа доставит погибших в их родные города. Двое бойцов из Днепропетровской области, один из Херсонской. Диана Клочко, Елена Миндалюк, Евгений Коденцов. Подробности телеканал Интер Днепр. Боевики 27 раз открывали огонь по позициям ВСУ на Донбассе, сообщают в пресс-центре штаба ОТО. В праздничные дни украинские военные ожидают активизации пророссийских наемников. Наши бойцы фиксируют постоянные маневры со стороны боевиков. Подробнее с линии огня Руслан Смещук. Позиции в районе Зайцево это фланг Светлодарской дуги. До укреплений боевиков чуть больше километра. Земля вокруг густо усыпана гильзами. Стрелковые дуэли тут происходят постоянно. Напротив так называемая малая промка. Она под контролем противника. Это наиболее удобная позиция, где можно наблюдать малую промку. С левой стороны здание, где чаще всего фигуруются переносные минометы. Правое здание, откуда чаще всего работают снайперы крупным калибром, 12,7, 12,5. И левый край карьера, там где сейчас и находятся вражеские минометы, вражеские СПГ. Ребята просто вылазят на гребень карьеры, оттуда работают СПГ. СПГ-9, станковый, протянковый гранатомет. Впрочем, кроме пулеметов, против украинских военных применяют и калибры покрупнее. Десантник с позывным «Медведев» ведет на другую позицию и показывает последствия недавнего обстрела. Наиболее свежая воронка, это буквально было позавчера вечером. Сюда прилетел 82-й минометный старец. Это миномет 82-й, это когда работала 120-я мина. Сюда стреляют в основном из Зайцевской школы. Она также под контролем боевиков. Именно из-за нее и рядом с ним находятся блиндажи российских оккупантов. Именно с самой школы, с крышей школы работает миномет. Ну, а из окон школы чаще всего, когда сработает крупнокалиберный пулемет и непосредственно снайпера. Но в данный момент они затихли, так как в свое время у нас прилетела зеркальная соответствующая ответка. На этих позициях несут службу молодые бойцы. Десантник с позывным «Медведь» ушел воевать добровольцем вскоре после учебы. Сейчас подписал контракт до окончания особого периода. Это значит до победы. Подумал, что нужно защищать родину и пришел на службу выдава. Я в 19 лет пришел. Тут не только я один молодой, еще хлопцы есть очень молодые. Военные говорят, у них есть ощущение, что перед 8-м, 9-м мая боевики готовятся к провокациям, маневрируют и окапываются. Но и сами не прекращают подготовку к возможной активизации боевиков. Чистят и ремонтируют оружие, укрепляют позиции. Руслан Смещук, Вадим Ревун и Евгений Малярчук. Подробности телеканал «Интер». Воевать слишком дорого. Армия Великобритании находится далеко не в лучшем состоянии. Военный бюджет пересмотрели в парламентском комитете и результаты оказались неутешительными. Денег на оборону катастрофически не хватает. И в случае опасности вооруженные силы будут не готовы адекватно реагировать. Светлана Чернецкая из Лондона продолжит. Новое вооружение не по карману. Британская армия может остаться без современных кораблей, подлодок и истребителей. Денег, заложенных в бюджете на новую технику, попросту не хватит. Из-за падения курса фунта на фоне Брекзита траты на переоснащение вооруженных сил только растут. Планы Министерства обороны по закупке нового оборудования проанализировали в парламентском комитете по бюджетному контролю. Депутаты нашли серьезные несоответствия в ценах. Министерство обороны обвиняет в том, что оно сознательно занижает возможные расходы на покупку кораблей, танков и самолетов. То есть покупать их будут по рыночной цене, а в результате получится дефицит государственной сметы. Он может составить от 10 до 20 миллиардов фунтов. Уже сейчас понятно, что военным придется отказаться от покупки американских бомбардировщиков F-35 и патрульных морских самолетов. Более того, министерство уже потратило запасной бюджет. Так что если возникнет неожиданная угроза, дополнительных финансов нет. И в случае военных вызовов международной безопасности Британия не сможет молниеносно на них реагировать. Депутаты ставят под сомнение возможность вооруженных сил эффективно выполнять задачи и советуют пересмотреть систему закупок. И в первую очередь указывать реальные цены на военную технику. Светлана Чернецкая, Сергей Дубинин. Подробности Британское бюро телеканала Интер. У террористов движение «Хамас», которое контролирует на Ближнем Востоке сектор газа, новый лидер. На выборах, а их провели впервые, победил Исмаил Ханиям. Чем это грозит Израилю и что собирается делать новый глава террористической организации, расскажет Сергей Ослендер. Вся эта история с выборами в «Хамас» – отличная иллюстрация к математическому правилу. От перестановки мест слагаемых сумма не меняется. Примерно так смотрят на все эти игры в выборы и в Израиле. Для Иерусалима, в общем, не имеет значения, кто сейчас будет у руля террористической организации. И тем не менее, главой «Хамас» стал Исмаил Хания. Прежний руководитель Халит Машель, когда-то чудом уцелевший после покушения оперативников МОСАДа, теперь простой член Политбюро. Кстати, в отличие от Машеля, Хания всегда проживал в Газе, где находится и поныне. Это первый случай выборов в этой террористической организации, о чем ее руководство заявляет с гордостью. Мол, теперь и у нас демократия. Это доказывает, что движение является демократическим и обновленным. Мы верим в демократический выбор, верим в нашу легитимность. Избираем членов политического отделения, исполнительного комитета и лидера политического аппарата цивилизованным образом. Ну, с единством пока все очень непросто. Я напомню, что Хамас захватил власть в секторе Газа в 2007 году путем военного переворота. С тех пор формально на словах он подчиняется главе палестинской автономии Махмуду Аббасу, а на деле создал в Газе параллельные органы власти. Кроме того, Хамас – это один из злейших врагов Израиля. Последние три войны еврейское государство вело именно с боевиками этой организации. Правда, после последнего конфликта, в котором они понесли тяжелые потери, террористы демонстрируют явное стремление к миру. Во всяком случае, из устава Хамас исчез печально известный пункт об обязательном уничтожении государства Израиль. Нужно отметить еще и такой факт. Теперь преемником Исмаила Хании на посту главы Хамас в Газе стал очень хорошо известный Яхья Санур. Это террорист со стажем, много лет отсидевший в израильской тюрьме. Так что, повторюсь, никаких особых изменений от нового лидера Хамас в Иерусалиме не ожидают. Сергей Услендер, подробности Ближневосточное бюро телеканала «Интер». Стрельба в супермаркете в самом центре столицы. Один из посетителей ранил в живот охранника магазина. Это произошло на спортивной площади возле станции метро «Дворец спорта». Как сообщили в пресс-службе киевской полиции, на момент их приезда пострадавшего уже забрала скорая и отвезла в одну из столичных больниц. Его данные и состояние уточняются. А вот стрелявшего, которым оказался 48-летний житель Киева, задержали и изъяли оружие. Сейчас правоохранители решают, как квалифицировать это преступление, чтобы открыть уголовное производство. Стрельба затримали. Раніше він потрапляв у поле двору правоохранців за вчинення хуліганських дій. И снова незаконные вырубки. Теперь у подножия самой высокой горы Украины – Гаверлы. Активисты, которые обнаружили очередную вырубку, были шокированы ее масштабами. По чьей вине с каждым годом лысеют Карпаты, выясняли наши корреспонденты. Трактор с грузом древесины Андрей Тодорев заснял, когда вместе с друзьями поднимался на Гаверлу. Решили отдохнуть на выходных в Карпатах, а вместо этого встретили агрессивно настроенных лесорубов. Туристы заподозрили, что лес рубят незаконно и зафиксировали место с помощью мобильной карты. Вот так сейчас выглядит из космоса подножье Гаверлы. Коричневые пятна – это места вырубок. Но директор Карпатского биосферного заповедника уверяет, территория, указанная туристами, не природоохранная, а значит, не его зона ответственности. Как вырубают лес в Ясенях, мы увидели собственными глазами. Работают сотрудники местного лесхоза. Древесину переправляют запрещенным методом прямо через горную реку в период нереста рыбы, грубо нарушая экостандарты. Но дровосеков это не беспокоит. В главном офисе лесхоза тоже утверждают, что вырубки законны. Парадокс. Каждый год предприятие, которое должно охранять лес, заготавливает и продает около 100 тысяч кубометров древесины, оставляя облысевшие горные склоны. Лесничий утверждает, на просеках уже высадили молодой лес, просто из космоса, и его еще не видно. Видно, на сколько горы делают лисы, я скажу так. В полиции отказались проверять законность вырубок. Дескать, этим должны заниматься в экоинспекции. Но там, говорят, проверку проведут только после официального обращения. Независимые экологи считают, лесники, правоохранители и инспекторы это звенья одной коррупционной цепи. Правоохранительная система, им все не интересно. Они уже все им все заплатили. Эколог собирается обратиться к экспертам, чтобы те пересмотрели законность выдачи международного сертификата на заготовку древесины и ясенянскому лесничеству. Виктор Ткачук, Марина Коваль, Жанна Дудчак, Глина Якушко, Зиновий Автонас, подробности телеканал Интер. Затянуть потуже пояса детям. В Днепропетровской области нашли способ сэкономить более 11 миллионов бюджетных гривен. Все бы ничего, но при этом решили обделить детей причем с серьезными заболеваниями. Обо всем подробнее расскажет Елена Миндалюк. У Дениса порог сердца и проблемы с речью. В 6 лет мальчик произносил только отдельные слова. Ни один логопед в Магдалиновке не брался заниматься с мальчиком. Сдать Дениса в обычный детский сад мама не могла. Говорит, не принимали. Сейчас Денис ходит в реабилитационный центр. За два года есть результаты. Он выбалакивается, в звуки ставляет, занимается, пишет, читает. В Магдалиновском учебно-реабилитационном центре. 152 ученика. Все особенные. И вот две недели назад родители и коллектив из интернета узнали. Центр могут закрыть. Причины для закрытия, которые озвучили областные чиновники, абсолютно смешные и надуманные, говорят в реабилитационном центре. Тем не менее, область уже пытается сэкономить деньги и снять с себя обязанности по финансированию реабилитационного центра. Чиновники мотивируют это децентрализацией. Мол, содержать учреждения должен сельсовет Магдалиновки. За это уже даже проголосовали на сессии. Я сам был шокированный. Ведь наш бюджет сельсовета, речный, 11,5 миллионов. И как раз он до равнина бюджета школы-интерната. То есть, это до равнина, что даже нашу Магдалиновскую сельсовету надо закрыть. Все четыре детишки национальные заклады, которые мы финансируем, надо закрыть. А вот в областном управлении образования заявляют, проблемы нет. Каждому ученику найдется место в детсадах и школах. Сейчас идут диагностические исследования детей. Кто будет выбивать, кто будет выпускаться, кто будет переходить в заклады с другой нозологией. Родители воспитанников реабилитационного центра чиновникам не верят. Люди вышли на предупредительную акцию к облгосадминистрации. Говорят, если чиновники не изменят решение, пойдут в суд. Елена Минрюк, Евгений Конецов. Подробности. Телеканал Интер. Днепропетровская область. Рекордно длинная красная дорожка. 265 метров, разделенных по локациям, каждая из которых со своей задачей и драматургией. В Украине официально открывают песенный конкурс Евровидения 2017, который продлится до 13 мая. Для гостей в разных частях города организовали фан-зоны, где будут и трансляции, и различные акции и конкурсы. Ну а сейчас о главных торжествах. С каким настроением участники шли по красной дорожке, как проходит церемония открытия, все узнаем у Анны Каменева, и она на связи со студией. Аня, здравствуй, расскажи, что сейчас происходит на официальной площадке. Добрый вечер. Катя, Евровидение 2017 официально стартовало. Сначала делегации всех 42 стран-участниц прошли по красной дорожке, которая расположена на площади Конституции возле здания парламента. Кстати, действительно, это самая длинная красная дорожка в историю конкурса. 265 метров. Конкурсанта здесь встречали толпы фанатов. Они успели пообщаться и с ведущими шоу, и с журналистами. Фавориты конкурса итальянец Франческо Габани и болгарин Кристиан Костов. Такие прогнозы букмекеров. Но оба участника, когда общались с журналистами, утверждают, что на эти прогнозы стараются не обращать внимания, ведь часто бывает, что фавориты потом оказываются на последних местах. Также участники рассказали и о первых впечатлениях от Киева. Первые впечатления от Киева у меня самые положительные. Я пока не успел осмотреть его полностью, но обязательно это сделаю. А вообще Евровидение это как большое приключение. Если говорить о самом конкурсе, то мой фаворит это Франция. Мне кажется, у них отличная песня в этом году. Мне страшно, потому что очень часто первые падают, а последние поднимают вверх. То есть я стараюсь не смотреть на букмекерские предсказания, а скорее работаю над собой и даже не смотрел другие номера, чтобы не думать ни о чем, только о своем номере. Надеюсь, что вам всем понравится. Прошли по красной дорожке участники от Украины. Группа Оторвальд рассказали журналистам об изюминке своего номера, а именно, что же означает огромная серебряная голова, которая будет во время их выступления на сцене. Эта голова символизирует то, что все проблемы людские начинаются с головы, а мы пытаемся их вырешить, когда очистим голову. После торжественных шествий по красной дорожке делегации прибыли в Евроклуб на парковой аллее. С вертолетной площадки каждый участник запустил в небо шарики с флагом своей страны. Сейчас в Евроклубе проходит вечеринка в честь открытия конкурса. Там гостей встретила первая леди Украины Марина Порошенко. Также там на вечеринке должны выступить четыре конкурсанта от Швеции, Албании, Австрии и Австралии. Ну и напомню, что полуфиналы конкурса пройдут 9 и 11 мая в Международном выставочном центре на Левом берегу. Начало в 10 часов вечера. По 10 стран из полуфиналов пройдут дальше. Финал состоится 13 мая. Страны-основатели Евровидения, Великобритания, Германия, Франция, Испания и Италия автоматически по правилам попадают в финал. Как и Украина, как страна-победитель прошлогоднего Евровидения. Украинская группа Оторвальд будет выступать под номером 22. Так что не пропустите. Катя. Анечка, спасибо тебе за детали. Это была Анна Каменева, которая следит за церемонией открытия Евровидения 2017. Президент Петр Порошенко поздравил участников песенного конкурса и всех украинцев со стартом Евровидения 2017. Он пожелал соотечественникам стать во время конкурса народными дипломатами. Ведь сейчас внимание европейцев приковано к украинской столице. По словам президента, очень важно, чтобы зарубежные гости вернулись домой с положительными эмоциями и впечатлениями о нашей стране. Кто бы ни стал победителем Евровидения, это будет торжеством европейских ценностей, отметил Порошенко. Я желаю всем нам, украинцам, відчути себя народными дипломатами в эти дни. Хай каждый из нас сделает так, чтобы они повертались домой с якнаймога кращими вражениями про нашу с вами краину. Как телекомпания BBC оскорбила принца Гарри и в чью честь сирийские беженцы назвали своего ребенка. Об этом и не только смотрите в нашем международном обзоре. Является ли принц Гарри членом королевской семьи? В этом позволила себе усомниться телекомпания BBC. В драматическом сериале «Король Чарльз III» сценаристы предположили, Гарри на самом деле сын любовника погибшей принцессы Дианы, офицера Джеймса Хьюитта. По словам приближенных к королевской семье, это нанесло Гарри душевные раны. К тому же в этом году 20-е годовщина смерти Дианы, что делает такие заявления еще более неуместными. В Мехико требуют легализировать марихуану. Тысячи людей во главе с матерями, которые лечат своих детей каннабисом, прошли маршем по улицам мексиканской столицы. Некоторые надели маски из листьев конопли, другие демонстративно дымили травкой. Законопроект о легализации психотропного вещества уже поддержали обе палаты парламента. Теперь его должен подписать президент. Аналогичная акция состоялась и на улицах немецких городов. Митингующие уверяют, легализация каннабиса позволит государству получить больше налогов и создать новые рабочие места. Еще один Джастин Трюдо. Сирийские беженцы назвали новорожденного сына в честь премьер-министра Канады. В Дамаске папу малыша по ошибке арестовали и несколько дней продержали в заключении. После этого семья переехала в канадский город Калгари, где и родился маленький Джастин Трюдо Биллан. Сейчас все они имеют официальный статус беженцев. Мама малыша говорит, так они хотели отблагодарить канадского премьера за то, что он помогает иммигрантам. Когда Джастин Трюдо возглавил правительство, страна кленового листа приняла свыше 40 тысяч беженцев из Сирии. Больше новостей, как всегда, на нашем сайте. Подробности UA. Хорошего вам вечера и до встречи. Субтитры создавал DimaTorzok